Всем здарова танкисты, хантеры снова с вами, мне тема сегодняшнего нашего видео будет War Thunder, я продолжаю прокачивать у американцев такую ветку, соответственно я прокачал уже до 7.7, но честно говоря что-то мне там крайне некомфортно на этом М103, я решил вернуться немножечко пониже и покатать так сказать основательно больше Т-34, эта машина мне очень понравилась, причем понравилась даже с самого стока, я не могу сказать что я на нем где-то страдал, знаете есть всякие кактусы там абсолютно неиграбельные в стоке типа Т-92 КНТ ЛТшка, М48 на американский, на вот этих вот унылых подкалиберных, которые только рикошетивные, не наносят никакого заброневого воздействия, А здесь с самого начала у вас наикрутейший сплошной боеприпас, который позволяет шатать прямо, ну скажем, пантеры в ЛД, ну и так далее, то есть пробитие 247, калибр 120, как бы намекает на то, что с пробитием в принципе на этих рангах у вас проблем не возникает, даже если вы попадаете на БРчик повыше, скажем, ну я не знаю, особых сложностей и выцеливания у меня не было, На исключение составляет разве что какой-нибудь ИС-6, ну и Т-54, там уже просто так текстуру не жахнуть, и нужно знать, конечно, уязвимые места, куда вы стреляете, но к этому я и вернусь немножечко позже Ситуацию с арт-пушкой, конечно, обращает то, что в отличие от, допустим, премиального Т-29, здесь, к сожалению, нету каморника, иногда, конечно, очень сильно бы хотелось, потому что перезарядка у этой машины, ну по факту, 16,5 секунд, и все-таки, хоть и у сплошных снарядов достаточно большое количество заброневых осколков, да, при проникновении сквозь броню, но тем не менее, ваншот далеко не всегда гарантирован, нужно конкретно еще знать, куда стрелять, и именно конкретно туда еще попасть при стрельбе на дистанции, Сами понимаете, ну и бывает такое, что вам иногда нужно будет делать два, а бывает даже и три выстрела Особенно у меня иногда бомбит, когда я встречаю какие-нибудь кугельблицы, или какие-нибудь вимбельдамы, ну что, любые, как правило, зенитки, я в ЗСУ-37 один раз убивал с третьего выстрела, и у меня очень сильно полыхало И, как я сказал, каморника здесь иногда не хватает, хотя бывает, сами знаете, и каморники просто-напросто стреляют в зенитки, и, собственно, просто пролетают на вылет, потому что там нету брони, и максимум бывает там какого-нибудь одного члена экипажа, ну и в лучшем случае еще критуете какой-нибудь модуль, если вообще повезет, ну и тупо как бы, как говорится, никакого заброневого Ну, кстати, вот на ваших крайних ток случаев с ИСом-6, но здесь выцеливать ему исключительно только маску, я не знаю, куда еще мог нормально бы пробить Там, конечно, можно повыцеливать всякие крышки, лючки и прочие как бы приблуды, но сплошняком стрелять во все эти дела, тоже крайне сомнительное мероприятие, лучше шахнуть просто наверняка и, собственно, забыть Но туда еще нужно, как говорится, попасть, особенно в клинче, кстати, немножко бывают такие затруднения Значит, по самому бою, кстати, что хочется отметить, попал я в достаточно хорошую карту, правда, ИС для меня не самый бы, конечно, благоприятный, но увидеть, в принципе, в позиционке машина себя чувствует достаточно уверенно Вы как бы по характеру боя что делаете вообще, по тактике, да? Прячьте свою тушку, она, кстати, к слову, не самая нежная, ВЛД там иногда приведеночка достигает порядка 160-165 мм, что, в принципе, как бы намекает на то, что если вы в топе, то, в принципе, велика вероятность, что, ну, скажем, Скажем так, хотя бы половины имеющейся техники в бою, будет вас, скажем так, не пробивать, будут рикошеты, будет что-то такое Но, в принципе, тушку, конечно, лучше всего прятать К слову, пробить вас могут даже, в принципе, в башню Конечно, в щеку башни вас, скорее всего, не пробьют Там приведен что-то порядка, по-моему, 250-200, ну, что-то около того То есть, в принципе, не у каждого, конечно, танка хватит бронепробития для того, чтобы вас, так сказать, поразить А вот в маску, в принципе, там что-то порядка 207 мм, по-моему, насколько я помню, пробивают многие Даже, к слову, тоже королевские тигры, в принципе, даже Дед-2 Иногда, если у него там вылит какой-нибудь крит бронепробития, особенно если в упор Может вам реально завести туда снаряды И, скорее всего, вы разлетитесь, даже несмотря на то, что у вас 6 членов экипажа Кстати, это тоже достаточно приятная особенность этой машины Потому что, ну, она довольно живучая Конечно, если вам в Бортянку залетает каморник в боевое отделение от какого-нибудь там, я не знаю Да, любого советского Дедая, ну, или даже немца, тигры какие-нибудь первые Что угодно Вероятность того, конечно, что вы выжите Ну, она, как говорится, крайне мала, но теоретически она имеется Ну, если как-то есть союзники рядом, в принципе, вы можете даже остаться в живых Если, конечно, вам очень сильно повезет Что касается подвижности машины, то она, конечно, здесь при таких габаритных размерах Как бы вроде бы и есть То есть максимальная скорость этого тяжелого танка составляет 35 км в час А с другой стороны, именно в плане маневренности Ну, и, собственно, если вы крутитесь на каком-то маленьком пятачке То из-за таких вот габаритных размеров частенько у вас бывают такие ситуации Когда вам нет возможности нормально развернуться и нормально сманеврировать Это немножко неприятная особенность этой машины То есть габаритные размеры, это, конечно, беда Хотя, с другой стороны, есть и, ну, как бы плюсы То есть вы, например, по основной тактике ведения боя Играете от рельефов местности Из-за того, что ваш танк такой высокий Ну, и башня, скажем так, более-менее что-то способна Иногда танковать какие-то выстрелы Ну, кстати, я немножко не добавил про то, что вы частенько попадаете, конечно, еще и к 7,7 Сейчас, кстати, когда идет акция, ну... Не знаю, с чем связано, но преимущественно вы играете именно либо в середине списка, либо в его самом днище Соответственно, вы попадаете против таких машин, как Леопольды Первые Попадаете против каких-нибудь там рушек 251-х, которые используют кумулятивные боеприпасы Ну и также, соответственно, всякие СТБшки Первые и так далее и тому подобное И, собственно, против этих машин брони у вас по факту нету Кстати, за один только вот этот выстрел можно поставить лайк этому видео, потому что я сейчас только что сделал два фрага Я пробил насквозь сплошняком, соответственно, БТР-ку И там стояла еще за ней БМП-шка Я, кстати, сразу этого не заметил Заметил только потом, когда пересматривал этот видос Что было достаточно забавно Кстати, вот те самые моменты, про которые я говорил Потому что зенитки просто в этой игре, ну, ни разу не имба, понимаете Особенно Каэлен, ну, Кугель Блиц И такие машины у меня выдерживали Каморники 130-мм из Дида Седьмого И, собственно, просто даже не давились Как бы смотрели такие на меня Ну, типа, ну чё, чувак, ну давай еще пару выстрелов Ну, как бы мы можем вполне Кстати, вот тут будет неприятный момент Ну, видите, сейчас еще один Каэлен Сломает мне орудие Типичная зенитка, как бы, куда еще стрелять Все было бы ничего, если бы я не находился, как бы, под респом И, соответственно, сейчас ресницы противник Ну, и меня доберет Так вот, кстати, про тактики ведения боя Я немножко вернусь назад Потому что это, на самом деле, для этой машины очень важно Просто так ехать, соответственно, просто в первом ряду Ну, особенно, когда вы попали в днище списка Идея достаточно глупая Как я сказал, у, допустим, рейтинга 7.7 Избыточное бронепробитие для этого танка Вероятность того, что вас пробьют Ну, я не знаю, практически всегда, наверное И, соответственно, нужно играть как-то крайне аккуратно И играть именно от рельефа местности То есть вы заняли какие-то позиции в рельефе Выставляете свою башню В момент, когда, допустим, противник отвлекается И поражаете, соответственно, цели По-другому, в принципе, играть особо как-то В 7.7 я, честно говоря, даже не знаю как А если вы попали в топ То, в принципе, машина вполне Где-то что-то может танковать Реально, в принципе, ее броня Даже в ВЛД иногда вас действительно спасает Башня что-то танкует Если вы, конечно, не выезжаете на Королевский Тигр Или на Т-44-100 И, ну, не знаю, в принципе Все его преимущества, ну, как бы, раскрываются вполне Играть мне, да, на этом танке Очень понравилось Ну, я не могу, конечно, похвастаться Каким-то сверхвысоким там результатом Но, в принципе, тот результат, который у меня имеется Ну, для меня, по крайней мере, более чем достаточно Я даже могу сказать, что, ну, наверное У американской ветки среди всех танков Которые я сейчас прокачивал Наверное, Т-34 самый мой любимый Как я сказал, в принципе, единственное, чего мне не хватало Это, наверное, все-таки, ну, Каморника Который, в принципе, есть у Т-29 Но там, конечно, бронепробитие чуть поменьше 200, по-моему, 19, насколько я помню Но у меня, к сожалению, этой машины нет Я могу ошибаться Но что-то броню того Ну, Каморник, конечно, был бы повеселее Потому что, как я сказал, 16,5 секунды Иногда все-таки сказывается Неприятно иногда делать повторные выстрелы С перезарядкой в 16,5 секунд Но, тем не менее Скажем так, большинство все-таки ваших противников Особенно, когда вы попадаете в топы Ну, они отлетаются на ойстрел Скажем так, шатать Пантеру прямо в ЛД Ну, это, как говорится, дорогого стоит В пару, естественно, в сетап, наверное, стоит поставить Что-нибудь легкое Мне очень понравился сетап Т-92 в топовой комплектации Ионтас Потому что эти машины, в принципе, в продолжительном бою Когда уже вас забрали Три-четверку, могут хватать базы Могут заниматься привычным для себя делом Вредительством Ну, как говорится, на вкус и цвет Пишите, как вам Три-четверка С вами был Хандрес Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok